Американский табачный трипс Франклинелла фуска – широкий полифак, повреждает арахис, томат, арбуз, сладкий перец, табак, гладиолус, другие декоративные и овощные культуры, а также хлопок. Трипс может развиваться на многих видах дикорастущих и сорных растений. Франклинелла фуска встречается по всей территории США и Канады, к востоку от скалистых гор, а также найден на Мартинике, в Пуэрто-Рико и Мексике. В настоящее время американский табачный трипс проник за пределы Северной Америки. Встречается в Японии, Израиле, отмечен в закрытом грунте в Нидерландах. Как и другие виды трипсов, американский табачный трипс питается нежными новыми ростками растений, плодами, вызывая их повреждения. На растениях появляются некрозы в виде светлых пятен или полос с четкими краями. А также заметны экскременты трипсов в виде скоплений темных мелких пятен. Да, значит, это то, естественно, сосущие, значит, как я уже говорил, у него вредоносность, как видите, вот здесь на этом рисунке видно. И непосредственно он высасывает растения, значит, как другие трипсы. Франклинелла фуска также является переносчиком тасповирусов растений. Общие симптомы заражения растений тасповирусом включают в себя хлороз, пятнистость, пожелтение и увядание. Американский табачный трипс – это важнейший переносчик вирусов. Прежде всего, так называемого бронзовости томатов, или еще называется он пятнистое увядание томатов. Одно из важнейших патогенов не только томата, но и ряда других культур. Для примера, в Соединенных Штатах проводили такие исследования, подсчитывали процент трипсов, зараженных вирусом как раз бронзовости томата. Так вот, из проанализированных особей 75% франклинеллов фуска, то есть американского табачного трипса, казались зараженными, а, скажем, у западноисточного трипса только 15% казались зараженными. То есть, как мы видим, что вредоносность в этом смысле его даже выше, чем у западноисточного трипса. Американский табачный трипс размером примерно такой же, как и остальные трипсы – до 1,3 мм. Самки обычно коричневые или черные. Самцы – желтые, имеющие 8 сегментированных антенн. Вид чисто американского происхождения интересен тем, может быть, для выявления и идентификации, что у этого вида выражены две формы. Одна, так называемая, полнокрылая форма, крылатая, а другая форма, короткокрылая, практически бескрылая, то есть, когда крылья в виде чешуек. На самом деле, у ряда видов трипсов такие метаморфозы имеются. Например, у нас в теплицах довольно широко распространен эвредит огурцу так называемый черноволосистый трипс, у которого также встречаются обе эти формы. Форма полнокрылая или форма короткокрылая, практически бескрылая. В связи с этим, поскольку его короткокрылые взрослые трипсы очень похожи на личинку, проще всего их отличать по глазам, потому что мы здесь видим даже на этих фотографиях, что у взрослых трипсов большие сложные глаза, у которых десятки, так называемые, фасеток, в среднем где-то 60-80, а у личинок трипсов, у них так же, как и у гусениц, только несколько маленьких фасеток, не более 6-7, то есть меньше 10 всегда. Большинство трипсов завершают свой жизненный цикл от яйца до взрослого трипса за 2-3 недели. Ну, в биологии такая же обычная, значит, то есть окладывает яйца в ткани листьев обычно, значит, ну или цветков, выходит личинка, питается, потом она проходит стадию пронимфа-нимфа, не питающаяся, и выходит взрослый трипс. Обычно достаточно бывает того, что если личинка питалась, значит, на растениях зараженными вирусами, то уже потом эти вирусы переносятся взрослыми трипсами на другие растения. Морфологическую диагностику трипсов проводят по микропрепаратам взрослых трипсов, предпочтительно самок, у которых лучше выражены диагностические признаки. Основными признаками, значит, этого вида является то, что усики, значит, восьмичленниковые, восьмичленников, последний членник, значит, значительно, почти в два раза длиннее, чем предпоследний, голова у этого вида поперечная, то есть глаза большие, глаза, значит, больше, чем расстояние под глазами, так называемое, щека. Здесь еще очень короткая щетинка, которая находится под глазом. На задней груди находятся тоже два светлых круговочек колоколовидной сенсилы, но они расположены очень широко, потому что у многих видов, у того же западной сочности, у других, они, либо их нет вообще, либо они расположены близко друг от друга, здесь они расположены широко. Очень важным признаком является то, что у него вот этот поперечный гребень, то есть на восьмом тергите брюшка, расположен только по бокам, то есть имеются некоторые зубчики на боках. Он совсем слабо выражен, значит, и расположены, некоторые зубчики имеются только по бокам. Для примера, скажем, вот у того же калифорнийского, он, как видите, выражен на всем протяжении. Жизненный цикл и непредсказуемые колебания численности затрудняют борьбу с трипсами. Применяется обработка семян, вникорневые опрыскивания, обработка октигардом и инсектицидами. Против франклинелла-фуска применяются и биологические средства в закрытом грунте прежде всего. Это хищные клещи и клопы. Например, эффективно применение хищного клопа-энтомофага Ориус ливегатус, который уничтожает все подвижные стадии развития трипсов. Продолжение следует...